Пользоваться услугами транспорта теперь можно, даже не имея наличных в кармане. Выручает бесконтактная банковская карта. Эта работа проводится в рамках реализации транспортной реформы, которая началась в Чебоксарах 1 декабря. Организаторы, администрации столицы и Чувашское отделение Сбербанк России. С новыми технологиями знакомилась и наша съемочная группа. Первыми пассажирами, воспользовавшимися новой системой оплаты за проезд в общественном транспорте, стали министр транспорта Чуваший Владимир Иванов и управляющий ПАО Сбербанка Юрий Бычковский. Поймал себя на мысли, за последний год практически не пользуюсь наличными деньгами. Все возможности есть оплаты пластиковой картой. Я думаю, что ближайшие несколько лет, 2-3 года пройдет, и мы, скорее всего, совсем в общественном транспорте откажемся от наличных денег. Как по этому пути идут европейские города. В маршрутке, автобусе или троллейбусе в любом городском транспорте пассажирам достаточно приложить к терминалу кондуктора бесконтактную банковскую карту либо смартфон с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Быстро, удобно, безопасно. Добрый день, уважаемые пассажиры. Прошу передавать за проезд. Плюсов много. Пассажиры не беспокоятся о постоянном пополнении ЕТК или наличии мелочи в кошельке. Кондукторы не тратят время на то, чтобы посчитать выручку в конце смены. Выигрыши и само предприятие. Процент безналичной оплаты сегодня составляет порядка 65%, то он с введением банковской карты увеличится процентов на 80%. Мы сегодня рассчитываем, поэтому от налички остается 20%. Это практически совсем мизер. Поэтому для всех удобно. И для пассажира, и для кондуктора, и для предприятия легче считать, и не надо пересчитывать. Безнал изменил взаимоотношение пассажира и кондуктора. Нам стало удобнее, потому что многие пожилые люди рады, потому что у них деньги идут, пенсии идут на карту. Им не надо ходить, продевать эти карты. Вот, ЭТК. Продевать не надо. Деньги не надо положить. Им удобно. Сидят, подошла я, раз, вот, говорю, вперед шагаете. Да? Говорит, не отстаем. Кстати, если проезд оплачивать по банковской карте, то получается дешевле, чем платить наличными. Транспорт – это, скажем, такая сфера, в которой еще остается очень много расчетов наличными. И с этим нужно что-то делать. Потому что наличные – это, во-первых, дорого. Всегда это дорого для любых компаний. С наличными нужно работать, нужно иметь кондукторов, нужно пересчитывать наличные, сдавать их в банк. И это все затраты. Когда безналичные расчеты, затрат на это гораздо меньше. Еще это прозрачные потоки денежных средств. А раз есть прозрачность, значит, лучше будут уплачиваться налоги, а значит, будет пополняться казна республики и страны. Галина Титарчук, Павел Оридков, Республика.